здравствуйте дорогие подписчики и зрители нашего канала сегодня мы опять с вами в Воронеже и сегодня пойдем в Воронежский художественный музей имени Крамского сейчас пройдем и там поснимаем все вам расскажу в результате четырехмесячной экспедиции фон Рихтер со своими соотечественниками собрали собрали более 159 предметов данной экспозиции но до сегодняшнего времени дошло не больше 120 остальные предметы были подарены египтом девятнадцатом веке в девяностых годах здесь находятся как маленькие предметы искусство исторические предметы так и большие поближе хочу вас ознакомить с двумя предметами этой коллекции это накладка на мумию женщины которая также была подарена россии египтом в девяностые годы девятнадцатого века которая изображает храмовую певицу в полный рост очень красочно это изображение все украшено фигурками жука скоробей и это божественные жук египта а также изображениями божеств иного мира особое место в этой коллекции занимает данный саркофаг это саркофаг царского песца жившего на рубеже одиннадцатого и десятого веков до новой эры этот саркофаг также богато расписан всю его поверхность покрывает изображение богов иного мира которые должны были внять молитву усопшего бельможи и даровать вечную жизнь его духу сейчас мы находимся в зале и размещены картины русских художников девятнадцатого века крамской левитант репин одна из последних картин риме на здесь иван хрозный и фуссин а также картины также здесь шкафчиков находится несколько экспозиций посуды и миниатюр русских заводов девятнадцатого века сейчас мы находимся в следующем зале в котором размещены картины русских художников двадцатого века здесь уже совсем другая школа письма мы вам покажем сейчас несколько картин в данном случае мы находимся очень большая картина на холсте написанное маслом рыбы каспия здесь же среди других картин которые вы сейчас видите в нашем видео есть большая коллекция картин русского художника неусе в данном случае В 1869 году в Подольской губернии, затем в возрасте 7 лет вместе с семьей переехал в Одессу, где и проживал некоторое время. Затем он закончил Петербургскую художественную академию. Ну и затем в 1920 году художник вынужден был покинуть Россию и мегрировал во Францию. Одно время он в Париже проживал в одном доме с Буниным. Здесь мы видим картины Нилуса «Строящий седло», автопортрет 1935 год, «После дождя», «Фруктовый сад». Хочу сказать, что картины Нилуса и личные вещи, которые здесь же расположены в такой экспозиции, были подарены из Франции в Дармузею в 1995 году. Все эти вещи и картины подарила падчерица Нилуса Валентина Голубовская. Также в память о дружеской связи Нилуса и Бунина. Сейчас мы находимся еще в одном зале, где расположены картины русских художников XX века. Это в основном картины художников Бучкури и Киселевой. Художник Бучкури родился в Ютургеновке, Воронежской области в 1870 году. Закончив Петербургскую художественную академию, посещал мастерскую Репина. Он занимался в основном живописью и писал картины русского деревенского быта того времени. После окончания картины Бучкури опять вернулся в Воронеж. Это время было самым благотворным в жизни художника. Создано было много его картин, в частности, картины «Ярмарка» 1916 год. Вот здесь семейный портрет 1913 год. И автопортрет уже в 1941 год. Художник и умер в Воронеже во время оккупации в Великую Отечественную войну в 1942 году. В этом же зале находится ретроспективная экспозиция картин художницы Киселевой. Вот сомненько, что здесь находится. Такие картины. Художницы в 1918 году также вынуждена была эмигрировать из России. И все эти картины были написаны в основном в период эмиграции. Но Воронежский художественный музей обладает самым большим количеством картин художницы. Эти картины также часто показывались в московских музеях, в частности, в музеях современного искусства и в других музеях Москвы. Особенно хочу вам показать вот эту картины. Это автопортрет, написанный художницей в 1908 году. За эту картину в 1909 году художница получила премию общества имени Куинджи. Ну что, дорогие друзья, на сегодня наш поход закончился. Сейчас сходили на фильм «Холоп». Очень-очень-очень понравился. Кинокомедия на самом деле остроумная, смешная. Действительно, наши могут снимать кинокомедию. А вам, друзья, до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok